В этом видео я расскажу, что такое сухой сифон и где его можно применить как альтернативу гидрозатвору. В некоторых интернет-магазинах вы увидите название сухой гидрозатвор. Он либо сухой, либо гидро. Вот гидрозатвор, когда здесь у нас стоит вода в этом месте. Вот сухой затвор. Что такое гидрозатвор и для чего он нужен смотрите соответствующее видео. Этот сухой сифон имеет подключение диаметром 40 мм. Вот у нас труба 40 мм. Обычная фановая труба. Вот наш сифон. Сухой сифон. Здесь просто резинка работает по принципу ниппеля. Туда дуешь и обратно он не дуется. Ну как во всех шинах велосипедных, автомобильных и других. Значит что мы делаем. Вот трубка. Я беру гайку просто надеваю сюда. Сюда надевается резинка. Сифон. Здесь у нас такая ситуация. Гайка на дюйм с четвертью. 32 мм. Подключить можно, например, воронку для разрыва струи между канализацией и системой питьевого водоснабжения. Вот у нас обвязка для ванной. Есть вот такая штучка. Слив непосредственно в воронку, куда сливается вода из ванной. Точно такая же резьба на обвязках для раковин. То есть из раковин у нас торчит обычно такой же диаметр. Бывает чуть меньше. Вот наш сифон. Все, пожалуйста. Вот так вот выглядит эта вся конструкция. Получается у нас вот оно подключено к раковине, например, и дальше в систему канализации. Если в обычном гидрозатворе вода будет пересыхать со временем, если вас долго не бывает дома, то в этом сухом затворе пересыхать нечего. Разве что высохнет резинка лет через сто. В одном направлении вода проходит, в другом направлении не проходит ни вода, ни воздух. Помимо этого сухой затвор еще и играет роль обратного клапана диаметром на 40 мм. Это устройство можно выгодно применить в случае, когда нам необходимо слить воду из самопромомных фильтров, либо из бойлера. В случае, если нам необходимо сделать разрыв струи между системой водоснабжения и системой канализации. Также это устройство очень удобно и, я бы сказал, оно даже незаменимо в случаях, если вы строите систему водопровода и слива. То есть у вас стоят раковины, мойки в загородном доме, в котором вы не проживаете постоянно. Установив такое устройство, вам не придется разбирать обычные стандартные сифоны для того, чтобы слить из них воду с целью, чтобы не замерзло и не лопнуло. Установили сухой сифон и вопрос решен. Цена этого устройства на момент съемки ролика 900 рублей. На этом все. С вами был Артем. Пока!